Всем привет, меня зовут Раиль Арсланов, автор канала Хижина Музыканта. В прошлый раз я показал, как играть песню Киш-Лесник на баяне, а сегодня я хочу вас научить играть эту песню на гитаре, со всякими фишками, вступлениями в стиле фингерстайл, аккордами. Но прежде чем начнем, обязательно подпишись на мой канал, прям обязательно это сделай, я буду тебе безумно благодарен, и напиши в комментариях, какую следующую песню мы с тобой разбираем. Погнали! Песня начинается со вступления, и она звучит так. Придется поиграться пальчиками. Итак, берем аккорд АМ, дергаем пятую струну вместе с третьей, и два раза третью струну, то есть чередуйте обязательно указательные средние пальцы, иначе вы не сможете сыграть в быстром темпе. То есть два раза дергаем третью струну, далее вторую струну на первом ладу, на аккорде АМ. Дальше добавляем мизинцем третьей лад второй струны, и первую открытую струну, то есть... еще раз, только за вторым разом без баса. Далее аккорд Ф берем, сокращенный вариант, без барре, то есть зажимаем четвертую струну на третьем ладу, третью на втором ладу, вторую на первом ладу, и первую оставляем открытой. Итого дергаем снова четвертую струну, она здесь у нас в роли баса, вместе с третьей струной. Потом вторую струну. Третья, вторая, тоже по два раза. Раз, два, раз, два. Далее добавляем мизинец на третий лад первой струны, и тоже дергаем два раза, то есть... Еще раз. Третья струна два раза, вторая, первая. Вот здесь первую струну я дергаю безымянным и средним пальцем. Того. Потом идет первый лад первой струны. Я просто опускаю указательный палец, плашмя ложу на первый лад, то есть он был вот таким образом и становится вот таким. Чтобы ничего не меняем, мы сыграли полностью мелодию. Да. Далее открываем четвертую струну, дергаем вместе с первой струной на третьем ладу. Потом первый лад, открытая, и вторая на третьем ладу. Еще раз. Видите, я первый раз начинаю дергать четвертым и третьим пальцем. И далее только уже вторым и первым. Далее аккорд G, то есть получается у нас аккорд АМ, аккорд Ф, аккорд ДМ и аккорд G. Я его беру вот таким образом, сжимаем шестую струну на третьем ладу, вторую открытую, то есть третью открытую два раза, вторую два раза. Потом на первом ладу сжимаем вторую и на третьем ладу. И все заново. Соединим все сначала. И начинается бой. То есть далее вступает какой-либо сольный инструмент, или вы можете голосом пропеть эту мелодию. Мы играем такой вот бой. Аккорд АМ. Бас вниз-вверх, вверх-вниз-вверх. Бас вниз-вверх, вверх-вниз-вверх, бас вниз-вверх, вверх-вниз-вверх. И так на каждом из аккордов. Аккорд Ф. Д. Дж. Да. Далее идет небольшой брейк. Его мы играем вот таким вот образом. Берем эти же самые аккорды на барре или при помощи квинт-аккордов. АМ вот так сжимаем. Три верхние струны. остальные нам не нужно. АМ. Аккорд Ф. Д. Берется на пятом ладу ниже, на пятой, четвертой, третьей струне. То есть... вот такой вот брейк нужно два раза прогнать. Да, нужно будет быстро сыграть аккорды М, то есть верхние басовые струны, пятая, четвертая, третья струна. G. Это третий лад верхней струны. Шестая, пятая, четвертая. Снова. Итого. Итого. Ре, ре, соль, ре, соль. Случайно средним пальцем не заденьте верхнюю струну. Ре, ре, соль, ре, соль. То есть ре. Сыграли и расслабили все пальцы, чтобы заблокировать звук. Ре, ре, соль, ре, соль. Бейте только по басовым струнам. Нижних не касайтесь, они все равно заблокированы. Вот таким вот образом, как я сейчас показал, отработайте эти два аккорда туда-сюда, и это вам в будущем очень сильно пригодится. На аккорде G нужно сыграть небольшой бой. То есть G, 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 G. Вот такой вот бой. То есть, то есть. Еще раз. Считайте. Раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. Еще раз, да? Два раза надо. Далее начинается куплет, который играется на трех аккордах. Это А, F, G. Ну, вы можете сыграть на простых аккордах, боем, дворовым. Но я играю очень классным приемом. Если хотите научиться, давайте я вам покажу. Бьете вот этим вот местом ладошки по верхней деке, чтобы сделать бочку. И дергаете аккорд АМ указательным пальцем и отпускаете всю левую руку. Расслабляете, не отпускаете. И расслабляете левую руку, чтобы коротко прозвучал аккорд. Итого бочка вверх, бочка вверх, бочка вверх, бочка вверх. Аккорд F. G. Играется очень быстро. И смотрите, не продырьте вашу верхнюю деку, не пейте со всей дури. Это должно быть легонько. Элемент фингерстайла, так сказать. Итого Измученной дорогой я выбился из сил И в доме лесника я ночлега попросил Улыбкой добродушной Старик меня впустил И жестом дружелюбным На ужин пригласил В конце куплета останавливаемся на аккорде G Кричим Хей! И начинается припев на простых аккордах То есть бой вниз хлопок вверх Вверх хлопок вверх Дворовый То есть Дворовый Хоть желаешь Расскажу Хоть желаешь Расскажу Хоть желаешь Расскажу Далее идет еще одна сбивка Брейк Аккорд АМ То есть Квинт аккорд Берем Снова Три верхние струны Сидим Г Г Аккорд Два раза прогоняем, и начинается второй куплет, играется так же. Ну, если вам сложно, просто играть с аккордом. А, М, Ф, Г. На моем канале есть фишка, где я показываю во время разбора, как петь песню. То есть, какие ноты поются голосом в куплете и в припеве. Такую фишку вы не найдете ни на одном из каналов. Поэтому, если вы не знаете, выучили всю мелодию, аккорды, бои в этой песне, но не знаете, как спеть песню, я сейчас вам покажу, как это делается. Если даже вы примерно чувствуете мелодию, можете попасть более-менее в ноты, это упражнение поможет вам точно попадать в ноты, отработать конкретно эту песню до стопроцентного качества. Мелодия, которая звучит в куплете. Вот такая вот мелодия звучит в голосе три раза. Какие ноты? Первая нота ля, третья струна, второй лад. Ля, 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 до, ля, до, ля. Переигрываем с первым ладом второй струны. Еще раз. То есть ля, до, до, потом третий лад второй струны, открытая первая и снова третий лад. Эту нужно спеть, и тогда вы точно попадете в ноты куплета. Измученной дорогой я выбился из сил И в доме лесника я ночлега попросил Улыбкой добродушной старик меня впустил И жестом дружелюбным на ужин пригласил Три раза нужно повторить одну и ту же мелодию разными словами. В принципе, ничего сложного. И в конце закруглить. То есть нота ля, до, 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 обратно ля, соль. То есть второй лад третьей струны, первый лад второй струны, снова Второй лад третьей струны и открытая третья. Еще раз. Измученной дорогой я выбился из сил И в доме лесника я ночлега попросил Улыбкой добродушной старик меня впустил И жестом дружелюбным на ужин пригласил Отлично. Далее посмотрим мелодию, которая поется в припеве. Тоже с ноты ля начинается Шесть раз нужно воспроизвести ноту ля Раз, два, три, четыре, пять, шесть Далее нота ми Будь как домопутник, я ни в чем не откажу Далее после ноты ми Играем на ноте ре Третьей лад второй струны То есть ре, 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 ми, ля Еще потом ля, до, ре, 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 ми, ля То есть второй лад третьей струны, первый лад второй Третья лад второй Открытая первая и снова ля И в конце ре, 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 ми, ре Возвращаемся, да, на третий лад Повторим Будь как домопутник, я ни в чем не откажу Я ни в чем не откажу Я ни в чем не откажу Эй, кричим Множество историй, коль желаешь, расскажу Дальше вторая часть припева Множество историй, коль желаешь, расскажу Коль желаешь, расскажу Коль желаешь, расскажу Та же самая мелодия, просто меняются слова И далее начинается брейк Второй куплет Третий куплет Все исполняется так же Единственный момент, третий куплет играется на тон выше Идет модуляция, мы уже играем не АМ, F, G А типа БМ, G, F, да Все, если вам тяжело петь еще выше То не пойте, просто в ля миноре все три куплета прогоняйте И будет вам счастье Но все-таки, если вы решились петь Хорошо, покажу аккорды в припеве В новой тональности, си минор уже БМ, G, или можете взять обычным способом Аккорд ЕМ Аккорд А БМ, G ЕМ А И поедя так же, просто чуть выше Вот такой вот экспресс-разбор у нас получился Пишите в комментариях, если что-то непонятно И остались какие-то вопросы Обязательно подпишитесь на мой телеграм-канал Там все новости, эксклюзивчики Не забудь написать комментарий И поставить лайк Спасибо за просмотр! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!